Это просто сказочное. Я думаю, что это будет украшением города. Уже можно представлять, как в этих стенах совсем скоро будет красиво. Камчатский театр «Кукол» вошел в число пяти главных претендентов на субсидии из федерального бюджета и теперь будет достроен. Это стало возможным благодаря заместителю председателя Государственной Думы Ирине Яровой. В ходе визита на Камчатку парламентарий вместе с министром культуры края и министром строительства побывала на главной культурной стройке полуострова. Очень важно, чтобы регион был готов к тому, чтобы, получая эти средства, использовать их максимально умно, эффективно и чтобы результат порадовал всех. Вообще тот проект, который мы видим вокруг, он уже выглядит волшебно. А когда он будет под куполом гореть, я думаю, что с учетом его расположения это будет очень яркая, красивая точка города. Ну и мое пожелание, конечно, я его высказала министру культуры региональному, здесь все должно быть доступно. Поддержка федерального центра, которая мной проведена, она означает главное, что этот объект должен быть доступен для ребят, независимо из какой семьи, это не должна быть коммерческая история. В новом здании театра будет располагаться и современный культурный центр, и различные театральные творческие площадки. Это будет пространство, которое объединит под одной крышей сотни талантливых детей и взрослых. Зная, насколько интересны наши ребята и педагоги, думаю, что кукольный театр даже, наверное, должен называться как-то иначе, потому что это станет центром притяжения. Я предлагаю вообще объявить конкурс, и чтобы сами ребята и сами родители, бабушки и дедушки определили, как будет называться этот волшебный объект, который пока похож на обсерваторию, на планетарий, похож на что-то инопланетное вообще, поэтому пусть они сами придумают и создадут настроение тому, как завершится этот проект. А я точно постараюсь сделать так, чтобы деньги Камчатка получила. В течение трёх лет, начиная с 2022 года, Камчатский край будет претендовать на субсидии порядка 400 миллионов рублей ежегодно. Завершить строительство театра планируют в 2024-м. То, что Ирина Анатольевна подключилась к решению этого болезненного для всей Камчатки вопроса, можно считать серьёзным шагом к победе и положительному исходу в части рассмотрения нашей заявки на правительственной комиссии. Анализируя деятельность Ирины Анатольевны, начиная с 2007 года и всё то, что она сделала за это время для региона, можно уверенно говорить о том, что культура Камчатского края имеет надёжного союзника и серьёзную поддержку в лице Ирины Яровой. Напомним, строительство театра ведётся почти 10 лет. Конкурс на разработку проекта объявили ещё в 2010-м. Спустя 4 года в основании будущего объекта культуры заложили первый камень. Но из-за отсутствия средств театр так и не достроили. Окончательное решение по финансированию из федерального бюджета будет принято в Москве уже в сентябре. А на открытии театра Ирина Яровая пообещала пригласить народного артиста России Владимира Машкова. Известный актёр смог бы помочь в запуске проекта театральных кружков для маленьких жителей Камчатки. Информационное агентство «Камчатка». Субтитры создавал DimaTorzok